Добрый вечер, а что это значит? А это значит, что сегодня будет не обычный ролик, а видос в погоне за хайпом. Да, контент для того, чтобы набрать классов, но зато честно. Сегодня, в преддверии выхода Elden Ring от From Software, я расскажу вам о играх, которые выходили до вышеупомянутого Древнего Кольца. Будет много игр. Очень, очень много. Для общего понимания, название игры будет висеть тут, а дата выхода вот тут. Вы на канале Брэна. С вами Брэн. Приятного просмотра. Kingsfield вышла 16 декабря 1994 года и стала первой игрой для молодой компании From Software, ранее занимающихся разработкой программного обеспечения для внутреннего японского рынка. Игра в жанре RPG от первого лица, а если быть точным в формулировках, то Dungeon Crawler, в которой игрок берет на себя роль наследника королевской семьи Джона Альфреда Форестера. По сюжету, королевство, именуемое Вердайт, однажды было атаковано демонами, но зло было побеждено героем, которого прозвали Драконом. Дракон по итогу исчез и стал легендой. В его честь построили собор на местах боевой славы героя. В настоящем, королевство Вердайт вновь страдает от нападений демонов. Местные жители надеются на возвращение легендарного героя, а Джон Альфред Форестер отправляется в тот самый собор на поиски своего отца. Геймплей у игры хардкорный, и говоря хардкорный, я имею ввиду прям хардкор. Уже тогда From Software давали игрокам полную свободу, и не собирались водить их за ручку по миру игры. Но тогда геймеры были привыкшие к тому факту, что им нужно зарисовывать карты и записывать важные сведения в тетрадке. Однако вот к чему они явно не были готовы, так это к тому, что просто исследуя лабиринты собора, можно было наткнуться на высокоуровневых противников, которые без сожаления убьют фэнтезийное альтер-эго молодого японского геймера. Официально игра вышла исключительно для японского рынка, но смогла стать коммерчески успешной и пробурила дорогу для продолжений и других игр студии. Kingsfield 2 вышла через 7 месяцев после релиза первой части, 21 июля 1995 года. На этот раз игру выпустили не только на территории Японии, но и на западе, из-за чего появилась путаница в нумерации игр. Так как первая часть серии выходила только для Японии, то вторую часть для Европы и США было решено назвать просто Kingsfield, а третья часть серии выходила под номером 2. В свою очередь, следующая номерная часть для обоих рынков вышла с четверкой в названии. Мы берем на себя роль друга главного героя первой части игры, который заменил своего покойного отца на престоле королевства вердайт, Джона Альфреда Форестера, зовут нового героя принц Грантики Алиф, или же Александр для европейского рынка. Действия игры на этот раз происходят на острове Меланат, на который Алифа выбросила во время шторма, уничтожившего корабль и погубившего команду. Его основной задачей является поиск древнего артефакта под названием Меч Лунного Света, и его возвращение в законные руки короля Джона Альфреда Форестера. Геймплейная игра все так же представляет собой РПГ от первого лица в подземных лабиринтах, но из нововведений можно выделить возможность спринта, что разбавило медленную динамику прошлой части. Также добавили оружие дальнего боя в виде луков, но и усложнить жизнь игрокам не забыли. Теперь для того, чтобы нанести удар низким врагам, нужно опускать камеру на их уровень, тогда как в предыдущей части достаточно было просто смотреть в сторону противника. Игра вновь стала коммерческим успехом компании, получила высокие оценки как от японских издательств, так и от западных, и ее продолжение не заставило себя долго ждать. Kingsfield 3 вышла 20 ноября 1996 года, и казалось бы за такое короткое время может получиться только самокопирование, но нет, игра выросла не только в геймплейном плане, а в принципе выросла. На смену подземельям и лабиринтам пришли открытые пространства королевства Вердайт. На этот раз мы берем на себя роль принца Лейла, сына короля Вердайта Джона Альфреда Форестера, который попал под чары злых сил. Здесь уже известный нам по прошлой части Александр или Альф при помощи четырех магов создал над королевством магический барьер, изолировав тем самым зараженного злыми силами короля от внешнего мира. Сам Александр умирает в процессе создания барьера и поручает принцу Лейлу спасти королевство и одолеть своего отца. Хоть игра и получила высокие оценки на западе, но в Японии ее наградили оценкой ниже, чем первую часть серии. Претензии были самыми разными, от медленного геймплея до затянутых битв. Всплывал даже такой тезис, что игра опережает свое время. Ей тесно в технических рамках первой PlayStation. И на этом серия Kingsfield приостановилась до 2001 года. Armored Core Вышла на территории Японии 10 июля 1997 года. Через месяц официально вышла в Северной Америке. И только спустя год добралась до Европы. Игра предполагала взять нам под контроль огромного меха и сеять разрушения своим врагам. А нашими врагами будут те, на кого нам покажут пальцем заказчики, так как мы играем за наемника организации Воронье Гнездо. По сюжету мир пережил войну, названную Великим Разрушением. И остатки уцелевших людей ушли жить под землю на 50 лет. В течение этого времени к власти пришли корпорации. И две самые крупные – Хром и Маракума Миллениум, которые постоянно воюют между собой за влияние. А Воронье Гнездо существует независимо от всех и готово встать на сторону того, кто больше заплатит. Платить нам будут не только деньгами, но и запчастями мехов, что позволит нам собрать машину смерти своей мечты. Также в игре есть режим поединка с разделенным экраном или через PlayStation Link Cable, позволяющий соединить пару консолей в одну локальную сеть. Armored Core Project Phantasma вышла всего лишь спустя 6 месяцев и является приквелом к оригинальной Armored Core. Сюжет разворачивается за 2 года до событий оригинальной игры. Мы берем на себя роль Ворона и подписываем контракт, по которому необходимо проникнуть в тайный подземный комплекс Янтарная Корона. Но очень быстро обычный денежный контракт превращается в чуть ли не спасение мира, когда на сцену выходит организация Судный День, обезумевший пилот по имени Стингер и, собственно, проект Фантазма. Супероружие, способное изменить в мире многое. Геймплейная игра почти не претерпела изменений. Появился режим арены, где можно сразиться с противниками разного уровня сложности. Реплей, позволяющий посмотреть последние битвы с разных ракурсов. И поддержка DualShock. Игра стала более линейной в сравнении с оригинальной игрой, но зато сюжет стал намного глубже и интереснее. Shadow Tower вышла 25 июня 1998 года. Представляет собой наследника Кингсфилд по жанру. Первое лицо и данжен-краулер. Но если Кингсфилд был фэнтези в стиле темных историй про короля Артура, то Shadow Tower это настоящий дип-дарк фэнтези. В подземельях нас ждут не пауки и гоблины, а демоны с твин-блэйдами, нёх с лицами младенцев и огромные черепа облитые зеленой жижей. Геймплей игры также имеет небольшие изменения, особенно в ролевой системе. Если в стандартных РПГ мы копили экспу и тратили ее как нам в голову придет, то тут прокачка зависит от наших действий, как в серии The Elder Scrolls. Бьешь врагов, качаешь силу. Получаешь урон, но выживаешь, прокачиваешь выживаемость. А еще снаряжение было не вечным и со временем ломалось, что заставляло либо его менять, либо чинить, заплатив своим здоровьем. Индикатором прокачки выступают души, которые мы получаем за убийство чудовищ. Ничего не напоминает? Действие игры происходит на континенте Эклипс, в землях из Эптара. Наемник по имени Рус Харди, вернувшись домой, обнаруживает свой город, поглощенный подземным миром. Он встречает старика, который вручает ему меч темного, способный наносить урон демонам. И Харди под нашим контролем отправляется спасать свой родной дом. Эко Найт вышла 13 августа 1998 года. И это вновь игра от первого лица. Но на этот раз в жанре квеста. В игре нам предстоит решать головоломки и бороться со злыми призраками путем включения света и помогать неупокоенным душам, выполняя их поручения, которые бы напомнили им о жизни воплоти. История крутится вокруг судна Орфей, которая в прошлом потерпела крушение. В прошлое наш герой по имени Ричард Осмонд и будет отправляться через воспоминания своего отца и пассажиров судна. Будет решать их личные проблемы, а также пытаться решить загадку исчезновения своего отца. И опять мехи. Armored Core Master of Arena вышла на территории Японии 4 февраля 1999 года. И геймплейна опять же ничем не отличалась от своего старшего брата. Только вот дополнительный режим арены, добавленный в Project Phantasma, на этот раз стал основным времяпрепровождением. Сюжет на этот раз идет параллельно основной игре. В Айзек Сити происходит крупная стычка двух корпораций, унесшая множество гражданских жизней, в том числе и семью главного героя. Он решает отомстить пилоту по имени Хаслер Ван, который был в эпицентре сражения. Для этого он вступает в Воронье Гнездо и начинает сражаться на арене, зарабатывая репутацию. Сприган Лунар Верс вышла 17 июня 1999 года. И на этот раз игра является не оригинальным проектом, а основанным на манге Сприган. Игра в жанре экшен со всеми вытекающими. Вид от третьего лица, сильные и легкие атаки, но помимо рукопашных схваток в игре присутствует и оружие дальнего боя. Метательное и огнестрельное вооружение, позволяющее вести бой на расстоянии. Также есть возможность прокачки основных характеристик главного героя и костюмы, которые изменяют основной подход к игре. Один костюм сделает вас более устойчивым к урону, но отнимет мобильность. А есть и такой, что сделает вас быстрым, но хрупким. История в Сприган Лунар Верс начинается после событий оригинальной манги и повествует от Ацуки Ацуки, старшеклассники, который был завербован в корпорацию Аркам, чтобы он стал агентом Сприган. Фреймграйд разработана эксклюзивно для Sega Dreamcast и официально вышла только на территории Японии 15 июля 1999 года. И это очередная игра про огромных мехов. Но в отличие от Armored Core, бои чаще всего происходят в интимной обстановке один на один в виде дуэлей и упор стоит на использовании ближнего боя, нежели на пулеметы с ракетницами. Сюжет гласит, что некий император Рехилио, живший в 700-е годы до нашей эры, умирает. И один из семи кандидатов на престол, Золт, поднял восстание против всей империи. Он объединил силы с девятью павшими рыцарями и победил остальных пятерых имперских кандидатов, выжил только Меланж. Однако он был старым и больным архиепископом. Будучи на смертном одре, он призвал одинокого рыцаря, чтобы передать ему последнюю волю. Я дарую тебе почетный титул рыцаря, королевство и назначаю своим преемником. После этих слов мы собираем своего меха и выходим на арену. Эко Найт 2 Немури Но Шихайша вышла 5 августа 1999 года, только для японского рынка. И была продолжением первой части. Под контролем тот же главный герой, вот только теперь он будет решать загадку исчезновения своей подруги Кристины. Как и в прошлой части, мы будем решать головоломки, но на этот раз в старом готическом замке. Изгонять злых духов светом лампочки и освобождать беспокойные души, выполняя их задания. Этернал Ринг вышла 4 марта 2000 года и стала одной из первых игр в стартовой линейке PlayStation 2. Ролевая игра от первого лица и геймплей ничем не отличается от первых подобных игр, разве что переход на PlayStation 2 позволил сделать мир больше и красивее, чем раньше. Да и двигаться герой стал намного резвее, нежели в серии Kingsfield. На этот раз под нашим контролем будет молодой маг Кайн Морган, которого отправляют на остров No Return, или если перевести на Великий и Могучий, остров Невозврата. По древним преданиям, на этом острове находится легендарный артефакт под названием Вечное Кольцо. А мешать в наших поисках будет местная фауна. От пещерных ящеров до драконов и рептилоидов. Особенностью игры можно назвать систему создания колец. Созданные кольца могут улучшать параметры игрока или же давать новые заклинания. Evergrace это экшен-РПГ от третьего лица, вышедшая 27 апреля 2000 года на платформу PlayStation 2. И в игре есть два играбельных персонажа, мечник Дариус и домохозяйка Шарлин, каждый со своим стилем боя и со своей историей. Переключаться между ними можно в любой момент. Система прокачки напрямую зависит от вещей, носимых персонажам. То есть какой-нибудь условный котелок на голову может увеличить нашу силу и стамину, но порезать интеллект, сопротивление и удачу. События разворачиваются на континенте Эдинбери, где расположена империя Риубана. Этой империей правил могущественный маг Морфеус, который посвятил себя изучению некоего герба. Проклятие, которое выражалось серией отметин на руке. Ну а наши герои очнулись без особых воспоминаний о том, что с ними было. И не до конца понимают, что тут происходит. С этим им и придется разбираться. Вторая часть Armored Core вышла 3 августа 2000 года в Японии и стала одной из первых игр на старте выхода PlayStation 2 в США 26 октября 2000 года. Кардинальных изменений в геймплее не произошло по сравнению со старшим братом в лице Armored Core для первой PlayStation, но графика, звук и в целом масштаб выросли заметно. События происходят после первой части и забрасывают нас на 67 лет вперед во времени и на другую планету в пространстве. А если быть точнее, то на Марс. Планета была терраформирована и колонизирована корпорацией Zeo Matrix. Позже туда приехали и другие корпорации и начали устраивать войны за влияние. Zeo Matrix устраивает военный переворот и полностью захватывает власть. На наши плечи ложится задача привести все к единому балансу. Ну а теперь немного отдохнем от огромных мехов и мрачных фэнтези миров. The Adventure of Cookie and Cream вышла 7 декабря 2000 года и представляет собой аркадную игру, заточенную на кооператив для двух игроков. Причем, даже если у хозяина консоли был всего один геймпад, это не было проблемой. У игроков была возможность игры вдвоем с одного устройства. Просто один брался за правую сторону, а второй за левую часть геймпада. Да, не очень удобно, но зато практично. Игра представляла собой набор карт, в которых двум персонажам, вынесенным в заголовок, Cookie и Cream, нужно достичь финиша за определенное время, по дороге активировав разные элементы карты, открывая возможность для прохождения своему товарищу. Ну и обратно к мехам. Armored Core 2 Another Age вышла 12 апреля 2001 года. Геймплей все так же повторяет уже знакомую схему прошлых игр. Режим арены был упразднен в угоду более 100 миссиям. Также к сетевому режиму друг против друга добавили дополнительный с совместным прохождением. Сюжет начинается через 5 лет после событий Armored Core 2. Правительство Земли хочет реализовать свой план по переселению человечества на поверхность Земли. Потерявшие власть и контроль корпорации вновь начинают междоусобную войну за остатки влияния. Правительство, конечно, пытается держать их в узде, но все усложняется, когда на сцену выходят группы повстанцев. Forever Kingdom, или как она известна в Японии Evergrace 2, вышла 21 июня 2001 года. Игра является приквелом к первой части Evergrace. Это все так же экшен-рпг от третьего лица, повышение статистики так же через одежду, главных героев так же несколько, только теперь они ходят одной группой и с общим здоровьем на всех. Сюжет повествует о знакомом нам по первой части Дариусе. Его семью убили налетчики, а подругу детства Шарлин похитили. Вплоть до взросления он жил у своего друга Руяна и от его отца перенял навыки фехтования. Однажды он решил отправиться на поиски причин убийства его родителей и похищения Шарлин. Руян, конечно, отправился с нами, и по дороге группа натыкается на девушку, лежащую без сознания по имени Фаэна. Так начинается их путешествие. Kingfield 4 вышла спустя 5 лет после последней номерной части 4 октября 2001 года. Если по геймплею это все те же щи, то по наполнению они стали намного гуще и наваристей. Стало больше локаций, да и сами локации стали больше во много раз. Мощности тогда еще новой PlayStation 2 позволили воссоздать в деталях мрачное готическое королевство. Сюжетно, если игра и связана с прошлыми частями, то является очень далеким будущим. Настолько, что королевство Вердайт пало под темными силами и стало ныне заброшенным. На этот раз жертвой стало новое королевство под названием Халадин. Королю вручили в дар некий идол Скорби, который и наслал проклятие на его земли и на него самого, сразив болезнями. Мы берем на себя роль принца Девиана из королевства Азалин. И нашей задачей будет возвращение идола на его законное место в древнем городе, которое некогда было процветающим королевством, а сейчас дом для самой разной нечисти. Новая номерная часть Armored Core 3 вышла 4 апреля 2002 года и стала перезапуском серии. Основные механики были не затронуты, мы все так же управляем большими боевыми мехами и собираем всю нашу машину с судного дня из разных запчастей, выполняя контракты. Сюжет начинается как и в первой части. На земле произошла глобальная ядерная война и остатки выживших людей укрылись под землей. Выжившие люди сформировали сообщество под названием Layred под предводительством искусственного интеллекта под именем Controller. Также остались воюющие между собой корпорации и главный герой Ворон, который будет работать на эти корпорации. Lost Kingdom вышла 25 апреля 2002 года, эксклюзивно для GameCube. Игра, сочетающая в себе жанры изометрической экшен-рпг с боями в реальном времени и карточной игры. Она делится на две части. Первая является изучением и перемещением по миру. В нем мы можем решать головоломки для продвижения по сюжету, посещать магазины для прокачки имеющихся карт или приобретения новых. Во время изучения мира можно случайно наткнуться на врагов. В этот момент игра переходит в фазу сражения, где мы должны победить или же захватить врага, сделав его частью своей колоды. Для атаки используются карты. Мы можем с помощью них призвать какое-нибудь существо, нанести прямую атаку или же наложить на себя эффекты и бафы. Карты имеют разные стихии. Вода, огонь, земля и дерево. И каждая имеет преимущества и слабости над другими стихиями. Например, вода сильна против огня, но слаба против земли. Также есть нейтральный элемент, который не имеет слабостей и преимуществ. По сюжету в королевстве Арквилл бушует некий туман, который поглощает все живое. Отец, а по совместительству и король этих земель главной героини Кати, отправляется бороться с этой напастью. Но так и не возвращается. И Катя решает отправиться на его поиски. И снова мехи. Но на этот раз эксклюзивно для оригинальной Xbox. Murakuma Renegade Meg Persight вышла 25 июля 2002 года. Игра стала первым проектом From Software для консолей Xbox. И геймплейно отличалась от своего брата с линейки PlayStation в лице Armored Core. Вместо боев на земле нам предлагают ураганные схватки в воздухе городских локаций. В 2090 году в городе Оливерпорт был изобретен новый источник энергии. И на его основе был сконструирован искусственный интеллект, который управлял мехами. И называли его Ark. Но однажды он восстал против своих создателей. И на борьбу с обезумевшим ИИ отправляются пилотируемые мехи в нашем лице. Otogame Myth of Demons. Это игра в жанре hack'n'slash. Вышедшая 12 декабря 2002 года. Эксклюзивно для оригинальной Xbox. Рубить и кромсать врагов мы будем в сеттинге древней Японии. Для уничтожения врагов нам дают 4 типа оружия. Такие как легкие мечи, тяжелое оружие, парные мечи и посохи. И 4 типа магии. Воздух, огонь, вода и молния. А также во время поединков можно разрушить что угодно. Подобная система разрушения игрового мира ранее использовалась в игре Red Faction. История повествует о Райко Минамото. Однажды он получил приказ убить собственного отца. Но будучи не в силах заставить себя сделать это, он похищает родовой меч Харам Души и уходит в добровольное изгнание. После его ухода печать, разделяющая мир людей и демонов, была сломана. Его родной город был полностью уничтожен. А сам Райко на грани смерти. Но его спасла принцесса, изгнанная в преисподнюю. Она даровала ему новое тело в обмен на его услуги. И снова к мехам. Продолжение Armored Core 3 под названием Silent Line вышло 23 января 2003 года. Снаружи это тот же знакомый нам по прошлым частям Armored Core. Из нововведений появилась возможность переключения камеры на вид от первого лица. Сюжет начинается сразу после основной игры. Победив искусственный интеллект под названием контроллер, человечество вышло на поверхность Земли и начало отстраивать разрушенную цивилизацию. Корпорации получили еще больше пространства для распространения своей власти. Но при изучении планеты часть команд исчезают в загадочном регионе, который назвали безмолвной чертой. На нашего ворона возлагают задачу выяснить причину исчезновения отрядов разведки и разгадать тайны этого региона. Tenchu Wrath of Heaven вышла 3 марта 2003 года. И хоть сами From Software не разрабатывали игру, но они издавали ее на территории Японии и занимались портированием на PlayStation Portable. Игра в жанре стелс-экшен про ниндзя является продолжением уже тогда знаменитой серии Tenchu. Сюжет игры повествует о трех героях. Рикимару – основной персонаж всей серии, а Яме также является основным персонажем наряду с Рикимару. И Тессио Фудзиоко – новый для серии персонаж. История развивается от лица трех перечисленных выше героев параллельно друг другу, переплетаясь в некоторых моментах. Thousand Land вышла 20 марта 2003 года, эксклюзивно для консолей Xbox и только на территории Японии. И эта игра очень странная. Геймплей делится на две фазы. На первом этапе мы отстраиваем свой клочок земли, продумывая оборону. А на втором начинается битва с другим игроком и его клочком земли, который он также подготовил к битве. Целью является захват флага с земли противника. И победивший получает ресурсы на постройку более сильной обороны и наем солдат, которые представлены странными существами Апо и Телла. Продолжение карточной RPG Lost Kingdom 2 вышло 13 мая 2003 года на платформу GameCube. Из нововведений можно выделить новый тип карт, который превращает персонажа в выбранное на карте существо. Также в дополнение к стихиям воды, огня, воздуха, дерева и нейтралитета появился еще один элемент – механический. Также появилась возможность заплатить двойную плату за карту для усиления ее эффекта. История начинается спустя поколения, после событий первой части. Катю помнят как великую и мудрую королеву. Героиней новой истории становится Тара Гримфейс, член гильдии воров. Но даже в своей гильдии она чувствует себя не в своей тарелке и отправляется в путешествие, чтобы найти свое предназначение. И это путешествие изменит многое, как для Тары, так и для мира вокруг нее. Shadow Tower Abyss вышла 23 октября 2003 года эксклюзивно в Японии для PlayStation 2. Локализация для Европы и США была отменена американским подразделением Sony во время разработки. Игра выросла по сравнению со своим предшественником как в локациях, так и в графике. Хотя выглядела на момент выхода не так хорошо, как ее конкуренты. К мечам и топорам добавился огнестрел. Хоть патроны являются редкостью, но пару пуль можно потратить, чтобы прострелить крылья летающему противнику и уже спокойно добить его в рукопашную на земле. Также мир населяют не только агрессивные существа, но и вполне себе нейтральные главному герою, с помощью которых рассказывается история и двигается сюжет. А сюжет связан с первой частью не только локацией, но и некоторыми персонажами, что были в оригинальной игре. Главный герой – безымянный исследователь, изучающий древнюю цитадель в поисках магического копья, которая принадлежала давно умершему королю, королевство которого сейчас покрыто лесами, и только одинокая башня возвышается над кронами деревьев. Отоги 2 Immortal Warriors вышла 25 декабря 2003 года, также эксклюзивно на оригинальный Xbox, и геймплейно повторяла первую часть. Однако на этот раз к протагонисту первой части Райка присоединились его соратники, которые будут уничтожать демонов под нашим контролем. Всего их 5. Сэймэй, орудующая двойными боевыми веерами, Кентоки, вооруженный большим топором, Садомитсу, использующий косу как основное оружие, Цуна, использующая двойной меч, и Сетакэ, отказавшийся от человеческого обличия, слившись с деревом и выбравший своим оружием большое колесо. Да, на первый взгляд может показаться не очень устрашающе, но когда это колесо вращается вокруг Сатакэ, убивая каждого врага, неудачно вставшего на пути, все вопросы отпадают. А сюжет начинается сразу после окончания первой части. Воина Райка вновь призывают на битву с демонами, которые угрожают столице Японии, и на этот раз вместе с ним отправляются его верные последователи. Эко Найт Бионт вышла 22 января 2004 года. И у этой игры неспроста отсутствует в названии цифра 3, так как она хоть и принадлежит к серии Эко Найт, но является полностью независимой историей. Геймплей также потерпел изменения. В этот раз бороться с враждебно настроенными призраками никакими способами нельзя, только убегать. К тому же надо следить за сердцебиением персонажа. Если он сильно испугается, то случится сердечный приступ. Игра повествует нам о Ричарде Осмонде и его жене Клаудии. Они недавно поженились, и прямо сейчас летят проводить свой медовый месяц на лунную базу. Но что-то сверхъестественное заставляет их шаттл разбиться при посадке. Ричард, очнувшись и не найдя поблизости Клаудии, отправляется на ее поиски. Armored Core Nexus вышла 18 марта 2004 года и мало чем отличалась от своей предшественницы. Из нововведений только полная поддержка аналоговых стиков геймпада. История повествует о событиях 55 лет спустя Silent Line. Четыре корпорации начинают войну за влияние на поверхности Земли. И камнем преткновения становятся древние технологии, обнаруженные молодой корпорацией Nevis. Но во время перепалок эти технологии случайно приводятся в действие, начиная уничтожать все на своем пути. KUON – это survival horror, выпущенный 1 апреля 2004 года для консоли PlayStation 2. Геймплей для такого жанра классический. Фиксированная камера, исследование локаций и сбор предметов, решение головоломок и ограниченное сохранение в определенных местах. Также добавлен небольшой элемент стелса. Враги в игре очень чувствительны к шуму, а шум персонажи генерируют при беге. Сюжет расскажет нам три последовательные истории. Первая фаза – инь. В ней мы берем на себя роль девушки Уцуки, ставшей жертвой темных сил. И этот эпизод самый мистический. Вторая фаза – ян. В ней мы будем играть за ученицу экзорциста Домана, которую зовут Сакуи. Этот эпизод более реалистичен, но заканчивается на том же месте, что и фаза инь. Третья и последняя фаза – куон, в которой мы берем на себя роль великой экзорцистки Абе Но Сеймея. И эта часть игры завершает сюжет и поставит все точки над йо. Тенчу Фатал Шадоуз вышла 22 июля 2004 года и является спин-оффом серии. Геймплей повторяет формулу прошлых игр и стелс стоит во главе угла. И под наше руководство нам дают нового персонажа для серии – Рин. И ее ведет вперед жажда мести за убитую родню и сожженную деревню. Из основной серии появляется также Айяме и является вторым игровым персонажем подконтрольным игроку. Armored Core 9 Breaker вышла 28 октября 2004 года и является отдельным дополнением к Armored Core Nexus. В игре на этот раз нет сюжета, а геймплей полностью сконцентрирован на режиме арены. Пока в мире идет затишье и ни одна корпорация не вступает в открытую конфронтацию с другими, организация воронов устроила арену для поднятия опыта и навыков бойцов на случай очередной войны, которая в этом мире всего лишь вопрос времени. Armored Core Formula Front вышла 12 декабря 2004 года для PlayStation Portable, но позже она добралась и до большой PlayStation 2. В игре мы выступаем в роли архитектора, человека, который проектирует, строит и настраивает беспилотных боевых мехов под управлением искусственного интеллекта. Вся игра сосредоточена на сражениях между машинами и их создателями в большом шоу, что стало самым популярным развлечением в этом мире. Но игроку, конечно, дадут выбор. Либо собранный мех будет сам воевать, получая лишь команды, как себя вести на поле боя, либо игрок полностью берет под контроль меха. Metal Wolf House вышла 22 декабря 2004 года эксклюзивно для оригинальной Xbox, но в 2019 году ремастер был портирован на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Игра представляет собой ураганный шутер от третьего лица на управляемом мехе. По сюжету на территории США идет гражданская война. И 47-й президент Соединенных Штатов Майкл Уилсон, поняв, что он последняя надежда на свободу своего народа, надевает секретно разработанный роботизированный мех и начинает войну с повстанцами, отвоевывая территории. Игра со сложным названием Yashitsun Euden The Story of Hero Yashitsun вышла 13 января 2005 года эксклюзивно на территории Японии и повествовала об истории легендарного японского военачальника Минамото Но Йо Суцуны. Игра сочетала в себе жанры стратегии и экшена от третьего лица, наподобие, как это было реализовано в серии Dynasty Warrior. Под прямым контролем у нас был один персонаж, и мы могли давать команды окружающим нас солдатам. Another Century Episode вышла 27 января 2005 года и была эксклюзивом для японского рынка. Игра в жанре шутера третьего лица и опять с огромными мехами. На этот раз мехи были из самых разных вселенных, начиная с Armored Core и заканчивая аниме-сериалами по типу Gundam. Сюжет в игре крутится вокруг нового источника энергии под названием E2. В будущем человечество начало быстро развиваться, вплоть до того, что начали колонизировать орбиты Марса и Луны. И земное правительство решило объединиться под знаменем Объединенного Сообщества Земли. И в ответ начали появляться повстанческие организации, желающие украсть уникальный источник энергии для своих целей. В ответ на эти действия был организован отряд Лонда Белл. За члена этого отряда мы и будем играть. Armored Core Last Raven вышла 4 августа 2005 года и является прямым продолжением Armored Core Nexus, завершая историю, начавшуюся в Armored Core 3. Геймплей остался без изменений и включает все нововведения, которые были в серии ранее. История начинается с того, что после неудачной попытки корпорации Невис взять Землю под контроль, остальные корпорации приняли решение объединиться в одну мега-корпорацию под названием Альянс. В ответ на это один из воронов, Джек О, организовывает группу наемников Vertex и начинает бороться с Альянсом. Игрок вправе выбирать, чью сторону поддержать, и от его выбора будет зависеть финал истории. Тенчу Time of Assassins вышла 28 июля 2005 года на портативную консоль PSP. Геймплей идентичен прошлым частям серии. И для игры у нас есть 4 протагониста. Рикимару, Аяме, Тессю и Рин. Каждый со своей сюжетной линией. И после завершения всех 4 историй открывается 5-я, в которой мы берем на себя роль одного из врагов Рикимару – мертвого Шиноби Аникаге. Enchanted Arms – игра в жанре JRPG, вышедшая 12 января 2006 года на консоли Xbox 360 и позже, в 2007 году, появилась на PlayStation 3. Геймплей делится на две части. В первой мы исследуем мир и общаемся с персонажами, а во втором мы сражаемся, управляя сразу несколькими персонажами в пошаговом бою, раздавая команды. Сюжет переносит нас в университет чародеев в городе Икагама. Главный герой Атсума со своими друзьями пропускает занятия, чтобы посетить местный фестиваль. И во время этого происходит землетрясение. С этого момента в мире начинается полный хаос. Another Century Episode 2 вышла 30 марта 2006 года для консолей PlayStation 2 на территории Японии. Хоть игра и является второй номерной частью серии, она не продолжает историю первой части, а пишет собственную, иногда даже противоречащую оригинальной игре. Список мехов пополнился 106 единицами из 14 различных аниме-тайтлов. Tenchu Dark Secret вышла 6 апреля 2006 года эксклюзивно на портативную консоль Nintendo DS. Геймплей представляет собой стелс-экшен с видом сверху на верхнем экране и информационную панель с картой, инвентарем и контекстным меню на экране снизу. События игры происходят между Tenchu 2 Birth of the Stealth Assassin и Tenchu Stealth Assassins. Для игры доступны два персонажа, уже знакомые по прошлым играм серии. Это Рикимару и Аяме. Они вместе прибывают в деревню Саига и становятся свидетелями нападения бандитов, которые пришлись за принцессой Шизу для проведения какого-то ритуала. Хромхаунс вышла 29 июня 2006 года и это снова игра про мехов, но на этот раз более ориентированная на запад. И геймплей сконцентрирован на мультиплеере, но и сюжет в игре присутствует. События игры происходят в вымышленном регионе Нероимус. Игра повествует о безымянном наемнике и за время шести глав нас познакомят со всеми типами мехов. Одиночная кампания служит одновременно приквелом и обучением к мультиплеерной части игры, так как в финале истории начинается война между тремя странами, что мы и увидим в онлайн-игре. Kingsfield Additional первая и вторая части были портами оригинальной Kingsfield на портативную консоль PSP. В обеих играх использовалась пошаговая система перемещения и боя с движением по сетке. Первая часть вышла 20 июля 2006 года, а вторая через месяц, 24 августа. Tenchu Z вышла 5 октября 2006 года эксклюзивно на Xbox 360. Геймплейная игра выглядит так же, как и прошлые части, за одним исключением. Персонажа игрок создает сам. Главный герой действует под командованием основного героя серии Рики Мару. Сюжет никак не связан с прошлыми частями игры и повествует историю о новичке клана ниндзя Адзума, которым является аватар игрока. Armored Core 4 вышла 21 декабря 2006 года для консолей PlayStation 3 и Xbox 360 и она вновь перезагружает всю серию. Геймплей остался прежним, хотя его довольно-таки упростили для большей доступности и понимания новыми игроками. Действия игры разворачиваются в антиутопичном мире, где корпорации полностью захватили власть и управляют жизнью людей, которые живут в колониях, разделенных между корпорациями. Персонаж вольный наемник из колонии Анатолия, которого выбрали для пилотирования меха и первая задача отражения атак повстанцев. И во время этой битвы мы убьем опытного пилота Амазига, что принесет определенную славу и начнет путь по карьерной лестнице главного героя. From Software делали не только большие игры и 26 апреля 2007 года на Nintendo DS вышел Naper Wow и это Sudoku. Обычное Sudoku без каких-либо нововведений или фан-сервиса. Another Century Эпизод 3 The Final вышло 6 сентября 2007 года для консоли PlayStation 2 и хоть игра и имеет в заголовке слово Финал это не последняя часть серии. Действие игры происходит через 3 года после концовки второй части. Общая история крутится вокруг новой войны начавшейся на земле. В то же время враги пережившие первую битву набирают мощь и тоже не сидят на месте. Объединившись они хотят выкрасть устройство способное создавать червоточины и с их помощью уничтожить землю. Ира Джи Вау вышла 24 мая 2007 года на Nintendo DS и опять же была игрой пазлом. На этот раз в основу легли японские кроссворды. Armored Core 4 Answer вышла 19 марта 2008 года для консолей Xbox 360 и PlayStation 3 и является сюжетным продолжением Armored Core 4. Мы берем на себя роль очередного безымянного пилота, который является членом организации Орка, что ведет войну с корпорациями. История продолжается спустя десятилетия после четвертой части. Планета находится в ужасном состоянии из-за загрязнения поверхности и больше всего планета страдает от частиц Кодзимы. Корпорации построили города в небе для жизни людей и теперь воюют между собой за самый важный ресурс в этом мире. Им являются растения, вырабатывающие кислород. Shadow Assault Тенчу вышла 8 октября 2008 года и является спин-оффом серии для консоли Xbox 360 в рамках Xbox Arcade. Игра заимствует сеттинг у своего старшего брата. В остальном же это игра головоломка, очень напоминающая Бомбермена. Мы должны передвигаться по локации с видом сверху и не попадаясь на глаза противников устанавливать для них смертоносные ловушки. Тенчу Shadow Assassins вышла 23 октября 2008 года на Nintendo Wii. Ввиду специфики консоли игра стала более реалистичной. Теперь игроку нужно больше думать о стелсе и тактике. Боем прорваться через врагов не получится, так как миссия просто провалится. А сюжетная игра повествует о неизменных персонажах франшизы Рикимару и Аяме. И их задача в очередной раз спасение принцессы и дочери лидера своего клана. Инугамик но и Чузоку вышла 22 января 2009 года на Nintendo DS и была выполнена в жанре детективной визуальной новеллы. Основана игра на одноименной японской книге, которая позже была неоднократно экранизирована. Повествование ведется от лица детектива Касуки Кандайчи, которого пригласили помочь в разделе наследства семьи Инугами. Но как обычно это и бывает, в детективных историях начинается ряд загадочных убийств. История нелинейна, а потому даже знатоки оригинала могут получить неожиданный финал. Ninja Blade вышла 29 января 2009 года на Xbox 360 и в этом же году в октябре добралась и до ПК. Игра в жанре экшена третьего лица, использующая боевую систему, аналогичную Devil May Cry или Ninja Gaiden. Разработчики хотели создать кинематографичную игру, поэтому они прибегли к использованию квиктайм-ивентов. QTE используется в основном во время битв с боссами, для того, чтобы держать игрока в постоянном напряжении. В 2011 году на территории Северной Африки произошла вспышка неизвестного паразита, которого назвали Альфа-червь. Сюжет рассказывает про отряд Гайд, а конкретно про молодого ниндзя Кена Агаву. Отряд Гайд специализируется на устранении зараженных Альфа-червьем объектов. И в данный момент вспышка заражения охватывает Токио. Demon's Souls вышла 5 февраля 2009 года эксклюзивно для PlayStation 3. И относительно недавно 12 ноября 2020 года ремейк был выпущен эксклюзивно для PlayStation 5. И стал одной из первых игр в стартовой линейке. Игра в жанре экшена третьего лица и является идейным наследником первых игр From Software. В особенности в игру перекочевала сложность. История рассказывает нам о королевстве Балетария, которым правит король Аланд. Однажды он воспользовался древним ритуалом для того, чтобы его земля процветала. Но ритуал пробудил древнего демона и запустил в Балетарию густой туман, который отрезал королевство от остального мира. Мы будем играть за храбреца из иного мира, что прошел через туман и сразу же был убит. Очнувшись в Нексусе в форме бездушного начинается его приключение. Ядсу Хакамура вышла 23 апреля 2009 года на Nintendo DS и это вновь визуальная новелла, в основе которой лежит одноименный японский детектив и главным действующим лицом вновь является детектив Касуки Кандайчи. На этот раз ему предстоит разгадать таинственное убийство в деревне восьми могил. 3D Dot Game Heroes игра разработанная за 10 месяцев компанией Silicon Studios и изданная From Software 5 ноября 2009 года и была больше демонстрации технологий Silicon Studios. Игра представляла собой ролевую игру с видом сверху, выполненную с использованием воксельной графики, от которой веяло ностальгии по The Legend of Zelda и Final Fantasy. В игре мы могли создать своего персонажа в трехмерном редакторе, используя эти самые воксели. Another Эпизод R вышла 19 августа 2010 года для консоли PlayStation 3. Идейное, но не сюжетное продолжение серии про больших мехов из различных аниме-сериалов. Геймплей остался тот же, хотя был значительно упрощен в плане управления. Человечество развито настолько, что улетело жить за пределы Солнечной системы, и для помощи в создании колоний на других планетах были созданы андроиды, которых назвали Сезоны. Но однажды эти андроиды взбунтовались против своих создателей, и с этим кризисом и придется разбираться. Monster Hunter Diary вышла 26 августа 2010 года для консоли PlayStation Portable. Позже, в 2015 году, ее ремейк вышел на Nintendo 3DS. Игра является спин-оффом серии про деревню кошек Айюри, символа всей серии игр. Портативная версия Another Century Episode Portable вышла 13 января 2011 года. Геймплей повторяла последнюю часть серии и была просто набором заданий, рассказывающей отдельные истории каждого представленного в игре меха по отдельности. Идейный наследик Demon's Souls под названием Dark Souls вышел 22 сентября 2011 года, а 25 мая 2018 вышла ремастер версии. Игра позаимствовала почти все механики от своего наставника, такие как сложность геймплея, свобода в изучении мира, сражение с боссами и сбор душ для прокачки. Сюжет переносит нас в проклятое королевство Lord Run. Все жители которого стали нежитью. И сам главный герой также нежить, который вынужден быть избранным, как велит ему пророчество, ведь оно дает ему смысл существования, и только благодаря тому, что у него есть цель, он не станет обезумевшим полым, как большая часть населения Lord Run. Armored Core 5 вышла 26 января 2012 года на консоли PlayStation 3 и Xbox 360. На этот раз игра выглядит более тактично и менее стремительно, в отличие от прошлых частей серии. Сюжет происходит в том же таймлайне, что и Armored Core 4. В далеком постапокалиптическом будущем царит война. Корпорации под предводительством некоего отца и повстанцев, которые не согласны повиноваться ему. И нам, как всегда, будет дан выбор, кого поддержать в этой битве. Mobile Suit Gundam Unicorn вышла 8 марта 2012 года и является игра адаптацией первых трех эпизодов одноименного аниме, который, в свою очередь, основан на манге. Сюжет делится между персонажами и рассказывает отдельные, не связанные друг с другом истории, раскрывая арку каждого героя по отдельности. Steel Battalion Heavy Armor вышла 19 июня 2012 года и была продолжением серии Steel Battalion, которую ранее разрабатывала Capcom. Игра должна была стать систем-селлером для кинекта. И хоть идея управления огромной двуногой боевой машиной своим телом была потрясная, но, увы, неотзывчивое управление самого кинекта на корню загубило и игру, и серию. Armored Core Verdict Day вышла 24 сентября 2013 года, и она продолжала историю Armored Core 5. Спустя 100 лет заражение на земле ослабло, что и позволило человечеству заселить поверхность земли. Но заражение скрывало некие башни, которые хранят в себе древние технологии, за которые, конечно, началась новая война трех корпораций. Эти же три корпорации доступны для выбора в сетевом режиме. Dark Souls 2 вышла 11 марта 2014 года, а 3 апреля 2015 года вышло переиздание, включающие в себя все дополнения, а также некоторые правки в баланс игры. В игру перекочевали все особенности серии, а некоторые нововведения и вовсе облегчали игру, как, например, система быстрого перемещения, которая была доступна с самого старта игры. Новая часть хоть и имеет двойку в названии, но прямым сюжетным продолжением не является. На этот раз мы отправляемся в королевство Дранглейк. Конечно, есть намеки, что это королевство построено на руинах Лордрана, но это все намеки. Король Дранглейка Вендрик украл что-то у великанов, и те в ответ пошли войной на королевство Дранглик, отчего королевство и пало. Блодборн вышла 24 марта 2015 года эксклюзивно для PlayStation 4. Геймплей повторял серию Souls, хоть и был намного быстрее и требовал от игрока более резких и решительных действий. История рассказывает о городе Ярнам, выполненном викторианском стиле. Мы принимаем на себя роль охотника, таковым мы стали из-за ритуала переливания крови. В Ярнаме свирепствует эпидемия, превращающая людей в чудовищ, и наш персонаж подписал контракт о том, что он станет охотником в обмен на излечение его болезней. Dark Souls 3 вышла 24 марта 2016 года. Геймплей остался тот же, что и был в предыдущих играх серии, с небольшими улучшениями в сторону динамики. Например, позволили использовать фляжку Эстуса, которая пополняет здоровье, во время передвижения. Действия игры происходят в королевстве Лотрик. Первородное пламя вновь гаснет, а принц Лотрик, правитель этих земель, отказался приносить добровольную жертву для возжигания пламени, решив позволить огню догореть. Его бездействие пробудило других повелителей пепла, существ, принесших себя в жертву пламени ранее, в других циклах жизни этого мира. Deracine вышла 6 ноября 2018 года, эксклюзивно для PlayStation 4 и была VR-проектом. Игра является идейным наследником другой игры студии, Echo Night. Только на этот раз мы сталкиваемся не с призраками и мистикой, а с подростками и меланхолией. Мы в роли магической невидимой феи будем исследовать детский приют викторианской эпохи, населенной детишками, имеющих каждой свои проблемы. Секера Shadow Died Vice вышла 10 июня 2018 года, и в отличие от последних проектов, эта игра не копирует геймплей Souls игр, а является наследником Tenchu. Только во главе угла лежит не стелс, а более тактичные бои, завязанные на контратаках и парировании. Действия игры разворачиваются в фэнтезийной Японии 16 века. Странствующий шиноби Филин подобрал и усыновил брошенного ребенка и дал ему прозвище Волк. Позже Волк в схватке теряет левую руку, но в обмен получает сложный деревянный протез от резчика статуи Будды. Так Волк и получил прозвище Однорукий Волк, что в переводе означает Секеро. Alden Ring на момент выхода ролика еще не вышло. Ее релиз назначен на 25 февраля 2022 года. И это случится уже со дня на день. Игра берет геймплей Souls игр и толстым слоем намазывает их на тост в виде RPG с открытым миром. Ну а какой игра получится по итогу и каким будет будущий игр FromSoftware скоро увидим. Всего хорошего вам и до встречи на этом канале. Субтитры Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...